Здравствуйте! Меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я, пятый платиновый паспорт Коломойского. Это я, держала за ногу пани Поппиц Верещук. Это я, инопланетянка с СТБ. Гули-гули. А? Конечно, жирненькие голуби киви-то. Санкций нет на еду. Едят хорошо, он видно на пармезане, авокадо он. И ест регулярно. Я, кстати, голубим вам, кроме хлеба, еще и новостей авиации принесла. Представьте, украинская авиация, наши самолеты совместно с американскими бомбардировщиками провели совместное учение. Да, совместно с бомбардировщиками, которые способны внести ядерное оружие. Че, не верите? Покажу. Ему-чек. На, смотри. Вот, вот, ребята. Вот они. Круто? Там это, Пушилин заявил, что ты таки нас додавил и едет инспектировать шумы. Че? Ну, покажи. Ты серьезно? Исходя из этого, сегодня состоялась по нашей просьбе встреча контактной группы, в результате которой наши переговорщики додавили, в буквальном смысле, украинскую сторону. Ах ты ж жопа бородатая. Это у тебя такая дипломатия, а? На костях мертвых и раненых. Инспектировать он будет. Но невозможно в стране, которая чтит своих раненых и погибших, проводить инспектирование вместе с боевиками. Пора уже главнокомандующим это запомнить. На, забери. Не нервничай. Ну, летите, голуби. А я поехала. Посмотрю студию, че там налетали восстанки. Как-то Владимир Соловьев лизнул жабу заморскую. В этот момент его сознание разделилось на двое. Один Владимир Соловьев сейчас живет в Ульяновске, работает в НИИ, разрабатывает квантовую балалайку. В теории она может сыграть калинку-малинку в любой точке пространства и времени. А второй, Владимир Соловьев, занят менее полезным делом. Он сейчас вам будет рассказывать, что круче. Продиджи или скутер? Концепция третьего Рима имеет отношение к Риму христианскому. Концепция как Гитлера, так и украинца восходит к Риму античному. Давайте раз и навсегда договоримся. Когда вы с кортиком до колена выстраиваетесь в очередь, чтобы поцеловать гнилую голову всем отрядам. Это никакого отношения к христианству не имеет. Откройте мне Библию на любой странице и покажите слова Иисуса. Видите мертвеца? Облежите его. Золотой сервант вместо шапки на голове монаха? Это, знаете ли, больше смахивает на травести-шоу. Как там Иосифович говорил? Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем майбах патриарха Кирилла хоть раз остановится на красный свет. Я, если честно, не могу понять, почему Соловьев сделал вывод, что Украина стремится к античному Риму. А-а-а, поняла! Потому что при нас Крым жил с водопроводом, а сейчас с Божьей помощью. Ну ок, наша концепция античный Рим. Да, мы любим оргии и виноград. Вы тоже любите, но вам нельзя. Точнее, как бы сказал мэр античного Рима, можно, но не только чтобы всем, а всем скорее больше нельзя. Будь проще и говори на понятном языке, на понятном для людей языке. И вам приходится прятаться в православных гостиницах, за стенами святых монастырей, где вы можете гладить кишмишем молоденьких послушников и новеньких губернаторов хабаровских краев. По русской традиции баня ходит не только мыться, но и общаться. Милые мои хорошие, я очень рада, что вы остались довольны нашим прошлым сюжетом об украинских изобретениях последних лет. Вижу, вам уже не терпится узнать, как еще коверкает нашу историю русский сводный приемный, а оставшийся от отчима брат – ПТУшник. Пожалуйста, самый выгодный по курсу обмена боевиков на героев – Кирилл Вышинский. И его… Ну, какая тут госизмена? Прошу. Легенды и мифы древней Украины получили свое развитие и в современной истории страны. Так, трагичная история Голодомора 30-х годов в эпоху президентства Ющенко трактовалась исключительно как геноцид украинского народа, несмотря на то, что в это же время так же тяжело голодали и в Поволжье, и в Казахстане. При этом счет жертв Голодомора на Украине сначала шел на сотни тысяч, потом на миллионы, и, наконец, по настоянию придворных историков Ющенко, планка была уже зафиксирована на уровне совсем уж запредельных 7 миллионов человек. На тот момент это была четверть населения Украины. Вот такие пироги с говнятами. Ребята, накрутка жертв геноцида. Без регистрации и смс спросить Витю Хани 2004. Вот мне нравится этот аргумент. От умышленного Голодомора умирали не только украинцы, но и русские. Голодомор на Кубани. 62 тысячи жертв. С ноября 1932 по весну 1933. Голод в Белорусской ССР. В период 1932-1934 годов погибло от 100 до 500 тысяч белорусов. Голод в Казахстане. Голощокинский. От 1 миллиона до 1 миллиона 750 тысяч жертв. И голод, который был ранее. Поволжский голод. 1921-1922 годов. Погибло 5 миллионов человек. Мы подняли вопрос геноцида, потому что в Украине убивали украинцев. А кто мешает России, Белоруссии и Казахстану осудить убийства казахов, россиян и белорусов? Вместо этого вы осуждаете нас за то, что мы осуждаем палачей. И тараторите, что массовое убийство всех это не геноцид конкретно каждого. Бля-бля-бля. Получается, по вашей логике, и не было геноцида евреев во Вторую мировую? Ведь фашисты уничтожали всех. И поляков, и цыган, и украинцев с русскими. Так заявите, наконец, на весь мир. Холокоста не было. Это перегибы Гитлера. Дружище с кем не бывает. Стресс и возраст. Хорошо. Вы считаете, что голодомор 33-го это не геноцид, вообще не умышленное преступление? Тогда о каком советском великом экономическом чуде и эффективном менеджере Сталине можно говорить, если под его руководством от голода умирали миллионы человек? В мирное время, в урожайный год. Почему вы его до сих пор прославляете как гениального руководителя? Ну, конечно, это не Сталин виноват. Это американцы с той стороны земли выдернули репы, и нам ничего не оставили. Если вы не осудите человека и систему, заморившую миллионы людей голодом, то рано или поздно и в вашей стране появится закон о трех колосках. А мы у себя этого больше никогда не допустим. Потому что помним. Из ДНР две новости. Хорошая и плохая. Расскажу вам обе. А вы же решаете, какая из них какая. В ДНР ввели смертную казнь и провели вечер стендапа. Тут, как в старом анекдоте, вы поняли, через что у них смертная казнь. А наша молодежь продолжает удивлять своей разносторонностью. Ребята проявляют себя не только в науке, творчестве или спорте, но и в юморе. Так в столице республики прошел стендап «Вечер. Открытый микрофон», где выступили молодые комики. Они рассказали о тонкостях этой сферы нашему корреспонденту Екатерине Ковбасюк. Хорошее чувство юмора – отличительная особенность жителей нашего края. Молодежь республики шутит всегда и везде, объединяется в команды и несет свой юмор в массы. Вот и здесь, в Центре развития молодежных инициатив республики, комики выступают в жанре стендап, где просто и смешно раскрывают волнующие всех нас темы. Раз это открытый микрофон, то может участвовать любой. Я тоже хочу. Я тут подготовила шуточки для ДНР-овского стендапа. Можно я на вас проверю? Привет-привет, меня зовут Янина, я живу в Киеве, работаю в интернете. Привет, Нина! Привет! Привет. У всех такое было, ты сидишь, ждешь, пока Украина развалится, а у тебя машину отжали и на подвал посадили. Да, было, было! У всех такое было, Украину кормить перестало, а к ним за продуктами ездишь. У всех такое было, что не надо идти в школу, потому что там миномет поставили. Я одна заметила, что когда интернет был, не надо было ждать, пока кино про трактористов привезут. Все ж гуманитарную помощь получали. Ну так расскажите, как вы варите патроны, потому что мои потом не стреляют. У всех такое было, что залетает в комнату шмель, ты его начинаешь гонять, а потом такой, стоп, у меня аж аллергия. А, уже поздно. Я одна заметила, что вместо украинского надо в школах бурятский водить. Заметили, что как только хохлы ушли, в шахтах курить разрешили. У всех такое было, что раньше на Донбасс-арену приходил Шакиру послушать футбол, посмотреть, а сейчас поссать. Я одна заметила, что если ночью мимо кафе Сепар пройти, слышно, как призрак кукарекает. У всех такое было, что в лифте сердце на секунду замирает. Одна проблема на Донбассе осталась. Шмаль слабая стала. А давайте смертную казнь еще и за наркотики введем. Ну, чтоб дважды убивала. С вами была Янина из Киева. Слава Украине! Шутка. И в конце, по традиции, дискуссионный вопрос. Сколько нужно Путиных, чтобы выкрутить Медведева и Старшера? Ответы пишите в комментариях. И если вы хотите, чтобы русскую вакцину от коронавируса испытали на боевиках ЛДНР, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте помогать нам донетами на нашей странице в Патреон. Покупайте мерч вот такой и вот такой по адресу янина.тв и смотрите нас в эфире. С вами была Ирина Соколова. Смотрите новости в Думчево. И до встречи на следующей неделе. Слава Украине! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok